Наташа, расскажи, кто автор, вообще, по какому случаю написаны эти стихи? Ну, так, давай так. Хорошо. Это эти стихи написал мой близкий друг. Он Лену знал, он Лену знал, Лену любил. Очень слышно. Лену Баранову не слышно. Хорошо. Эти стихи написал мой близкий хороший друг, он Лену знал, Лену любил. Но знал он не настолько хорошо, потому что тут есть такие моменты, что она вот вся такое нежное небесное создание, чисто для красоты. Но на самом деле это не так, потому что... Имя, сестра, имя. Корбуль Александр Георгиевич. Вот, держи. Мы же записываем. Да, ты записываешь. Эти стихи писались на один из Лениных дней рождения. У нее тогда был довольно трудный момент в жизни. Она поссорилась с Игорем, ушла из дома, где-то жила. Я сказала, что человека надо обязательно поддержать. И вот такие стихи написать. Он написал, по-моему, неплохие стихи. В общем, хорошо, что они нашлись, потому что я думала, что они вообще потеряны. На веке эта страничка нашлась. Здорово. А поскольку стихи все-таки явно от лица мужчины, то я попросила Женю прочитать. У него и голос хороший вообще. И слух. А датируешься на стихи в другом году? Слушай. Вот я и не скажу. Вот я и не скажу. Она работала еще в драме. Это точно. Все мы здесь делали. Ну, в этом уже веке, да? Ну, давайте я вам поставить повторение. Оно без названия. У Лены круглая дата какой-то из паспортных дней. Но круглогодичные ребята округлости вечно при ней. Их только слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Такое нельзя не отметить. И сразу до лавки бежит. А после в компании строгих, но давних и милых друзей, где грустно, отсутствие многих, почетное место за ней. И голос негромкий, невинный, разумные величи в попад. Но взгляды мужской половины невольно рисуют каскад. Такие коней не треножат, в горящие избы не рвут. Они нас немножко тревожат, они нас чертовски зовут. Пути миновавшие иного, ты в наши попал от волы. Божова и сказок Божова, хозяюшка Думной горы.